Привет, друзья! Очень важный ролик, который я выставляю на своем канале. Надеюсь, автор канала Будильникому не все равно Вильгельм Варкентин не будет на меня за это в обиде или как-то жаловаться, потому что у меня канал просто больше. И, соответственно, эта его акция получит больше резонанс. Может быть, даже после этого на его канале прибавится больше подписчиков. Хотя бы в качестве благодарности Вильгельму за проделанную работу полностью присоединяюсь к его призыву. К сожалению, наверное, я не могу повторить это заявление, так как я не гражданин России и, скорее всего, на мое заявление никто не обратит внимания. Но неравнодушных людей в России, особенно тех, кто донатили Харченко Вадиму и кого он бессовестно развел, повторить это заявление. В конце ролика вы услышите призыв Варкентина для того, чтобы мы смогли докопаться до истины. Конечно же, все наши заявления направлены только из-за чувства обеспокоенности за судьбу Вадима. Мы переживаем за него, он человек скромный. Как мы поняли, никакое заявление в МВД не поступило. Огласки он этому делу предавать не хочет, кроме того, что он обратился за деньгами. Дальше он не призывает к восстановлению справедливости и компенсации ущерба за свое здоровье. Ну вот, а мы все вместе ему поможем. Буквально в конце еще короткое обращение к краснодарцам. Если вы из Краснодара или может быть у вас есть там знакомые друзья, пожалуйста, у вас есть полное право обратиться в больницу и спросить, именно потому что блогерское сообщество переживает по этому поводу, обращался ли в ночь с 3 на 4 в 2.30 приблизительно кровавленный человек с тремя пулевыми и ножевым ранением, а также ранением головы. Ведь Вадим описывает человека, у которого якобы в очереди дергался глаз. Вот, понятное дело, если человека в одежде пропитанного кровью сажают в очередь и говорят подождите, а потом отказывают, потому что у него нет медицинского полиса, тут, как говорится, задергается не только глаз. Это реальный фильм ужасов. Вот, хотелось бы выяснить, происходили ли эти события в ночь с 3 на 4.00. Потому что врачи и медицинские работники, наблюдающие состояние раны Вадима и, главное, его гематома на голове, все пишут о том, что раны, зажившие минимум недельной давности, характер гематомы на голове абсолютно не соответствует тем гематомам, которые возникают даже в результате небольшого удара. Вот так, господа, приблизительно выглядит гематома на человеческом черепе. Независимо, ребенок ли это взрослый, женщина и мужчина все одинаково. Это не бутафория и это не смешные картинки. Это самая настоящая банальная шишка, известная в народе. Почему она появляется? Потому что на черепе нет жировой прослойки. Мозг – это самое драгоценное, что есть у организма. И поэтому в этом месте самое большое скопление кровеносных сосудов. Именно для того, чтобы была возможность уберечь голову от ударов. При даже небольшом ударе возникает вот эта своего рода подушка, куда скапливается кровь. Если в этом месте кожа рассекается, кровь, естественно, обильно вытекает из раны. Именно поэтому в сети, у кого хоть когда-то было повреждение головы, описывают, что кровил я как свинья. На самом деле так оно и есть. У Вадима мы видим рана открытая якобы, но нет ни малейшего следа шишки и нет ни малейших следов крови. А значит тут сидит Вадим личное мнение. С температурой в 39 градусов, весь порезанный, потерявший кровь и ни одного фингала на лице. При том, что он дрался с двумя людьми ночью. Падал там на асфальт, что-нибудь его били, пинали. Он там кого-то кусал и грыз. На лице ничего. Ни одной ссадинь, ни одного фингальчика. Лицо как будто только что вышел из рекламы Гуччи для центрального телевидения. По поводу крови. Вот тихий барин говорит, что я раненый в голову. Да, три ранения в голову. Вот здесь, здесь и здесь. Шрам до сих пор остался здесь. Пять лет ударился о диван. Один раз ударился о крючок в вешалке. Школьной раздевалке с разбегу. Один раз упал камень на голову. Во всех трех случаях, как говорят нормальные блогеры, кровь хлистала, как со свиньи. Реально, ее нельзя ничем было остановить. Да ты рукой прижимаешь, все равно у тебя все, вся рука в крови. Все тут течет. Потому что кожа, она очень толстая. Это как бы корка на голове. И вот если там происходит рана, ее очень трудно закрыть вообще. И всегда мне эту, значит, рану зашивали. И все это происходило очень и очень долго. Металлическая, ну мне показалась труба, да. Но вы опять должны понимать, что когда человек бьет быстро, поймать это глазами. В общем, мне прилетает она прямо вот сюда. То есть видите, да, какой у меня сейчас лоб симпатичный. То есть получается вот это все место, оно запухшее, плюс вот эта разбитая, это гематома. И, как я понимаю... Итак, погнали. Пункт первый. На данный момент у меня около трех пулевых ранений. Скорее всего, травматический пистолет. Практически отрезаны пальцы на правой руке, потому что телефон я держу двумя пальцами. Остальные пальцы просто не работают и не держат. Вадим, тебе три пули, удар на жопу. И ты говоришь, что у тебя перерезаны сухожилия и не действуют три пальца. Действуют только два. И когда ты бежишь, ты держишь телефон вот так. Ты мало того, что его ни разу не уронил, ты еще очень четко держишь картину. Вадим, но когда человек бежит, у него болтается телефон и пальцы плохо держит. Как ты это сделал, Вадим? И у меня очень серьезное ранение с правой стороны в районе печени. Достаточно быстро теряю кровь, чтобы камера остановилась. У меня достаточно сильно пробита правая сторона в районе печени. Я ее зажал, и очень, ну, по крайней мере, мне кажется, что достаточно быстро кровь теряю. Ты бежишь и теряешь кровь, Вадим. Где кровавый след? Смотри, что бывает, когда человек теряет много крови. И еще, ну, тут, наверное, лучше покажу. Вот смотри, ты говоришь, что когда идешь, снимаешь правой рукой. И справа у тебя ножевая рана. Ну, очень четко видно, что плечи твои ровные. Но если ты прикрываешь рану справа, я должен видеть твое плечо. Как же ты прикрываешь рану вот так, Вадим? В этот момент он своей левой рукой уперся мне, получается, в лицо. То есть, как вот снизу лежит и снизу упирается в лицо. И все, что у меня оставалось, знаете, из рук, ног и лица, это зубы. И, ну, как бы зачетно я тебе пожрал лицо. Немножечко, да. Фу, блин, полный рот, крови. Ну, не моя. Ладно. Сейчас, секунду, соберусь. На ролике, где я говорю о том, что крови полный рот, но вот это вот оттуда. Я за тебя, Вадим. Я не буду цепляться к тому, что когда ты делаешь вот так, ты плюешься воздухом, а не кровью. Я даже не буду цепляться к тому, что если у тебя полный рот крови, то она должна быть видна на зубах, когда ты говоришь, а ее там нет. К этому всему я цепляться не буду. Я сакцентирую внимание на главном. Смотри, Вадим, что бывает, когда человек кусает другого в лицо до крови. Вадим, если ты укусил человека, кровь должна быть не только в рту. Она должна быть еще и на лице. Тем более у тебя борода. Ты не мог вытереть ее, ты не мог умыться. Она должна быть там, Вадим. Поехали дальше. Вот тот, который погрызанный, то он повыше был. И я просто один чуть-чуть выше, второй чуть ниже. Это ночь опять же. И он мне говорит, Вадим, уезжай. Или сваливай. Ну, смысл примерно приблизительно вот такой был. И люди развернулись и просто побежали. Вадим, они пришли тебя убивать. У них есть пистолет, у них есть нож. Ты видел их лица. Блин, да ты даже съел одно лицо. И после этого они спокойно говорят тебе, беги, Вадим, беги. Блин, Вадим, ну так не бывает. Он должен был явиться в определенное время. Время в районе 10 часов вечера. Народ там сидел. Сидело несколько человек. И они меня пропустили вперед очереди. Потому что там, допустим, сидел мужчина, у которого как-то неправильно моргает глаз. Ну, это вот на полном серьезе. Время уже там было 2,5 третьего. Вадим, драка была в 10 часов. А в больницу ты попал в 2. 11, 12, час, 2, 4 часа. Где ты был 4 часа, Вадим? И все это время ты очень сильно истекал кровью. Конечно, у мужика глаз заморгал. Такое не каждый день увидишь. Трампун был великолепен. Трампун был великолепен. Во-первых, когда ты заходишь, сразу регистрацию особо плевать. Что там у тебя? Что там у тебя течет? Насколько ты порезан, пострелен? Вообще всем плевать. Самое главное, есть ли у тебя медицинский полис. Что значит им был нужен только полис? Вадим, 3 пули из травмата. 2 раза ножом. Рукоятью пистолета по голове. 4 часа ты ходишь в таком состоянии. Потом сам приходишь в больницу. Ты киборг, Вадим. Я бы на их месте тебе дал только оскорбинки. Да домой отправил. А я за тебя, Вадим. Я как Саша. Мы все за тебя. Но Саша, он прям за тебя, за тебя. И вот сейчас, наверное, добираемся к тому, что я хотел у вас попросить. Даже не знаю, что сказать. Короче, на лечение нужно мне сейчас. И на все эти операции. Я знаю, что вы поможете. Вот я прям знаю, что вы поможете. Вадим, Вадим. Ой, ой. Ну ты же оппозиционер. Ну почему все всегда заканчивается грустным лицом? Вон там мои карточки. Кто-то бежит от, а кто-то бежит на. Вот я тот человек, который бежит на. На хрен, скорее всего, тебя пошлют нормальные люди, потому что не поймут, почему они должны лечиться в обычных больницах. А ты после этого представления, за их счет, должен лечиться в платной клинике. Ты должен быть ближе к народу. Ты же оппозиционер, Вадим. Не благодари. До следующего дня. Когда я узнал, что в Краснодаре есть клиника, которая в частности специализируется на восстановлении после травм, в том числе спортивных, я решил, что обязательно должен в ней побывать. Ощущение, будто ты попал в небольшую частную клинику в Австрии или Швейцарии. Все в одном месте. И диагностика, и хирургия, и реабилитация. Оснащено по последнему слову, будь то рентген-кабинет или операционная. Но это вообще космос. На конце хирургического инструмента установлена микрокамера. Изображение выводится на монитор и записывается на жесткий диск. Таким образом, пациент сможет увидеть всю свою операцию после ее окончания изнутри. Гордость клиники – изокинетические аппараты. Все это называется механотерапия. Умные машины выполняют биомеханические безупречные движения без риска перегрузить мышцы. И так восстановление мышц и суставов происходит быстрее и абсолютно безболезненно. Большой комплекс физиотерапевтических комбайнов засчитает в себе множество функций. Электромагнитная стимуляция, лечение лазером, ультразвуком, ударно-волновая терапия. И мы завершаем наш визит в клинику вот здесь, в палате интенсивной терапии, реанимации. Видите, как здесь все выглядит. Я потрясен тем, что в Краснодаре доступны новейшие технологии для подготовки к операции, самой операции, реабилитации. Живите здраво! Полный комплекс медицинских услуг по лечению опорно-двигательного аппарата. Клиника современной хирургии «Здраво». Я вышел отсюда, да, и с врачом мы здесь поговорили. И, в принципе, я сегодня уже сдал анализы, получается, общий анализ крови и сдал на аллергены. То есть, от каких обезболивающих и от чего, на что у меня, собственно, аллергия, да. Теперь, получается, они в максимально быстрый срок готовы сделать мне операции. И, в общем, они берутся за эти операции, и я поузнавал. Друзья, я нахожусь в аэропорту Домодедово. Вон, видите, благодаря вам появилась у меня возможность сделать операцию именно в Москве. И когда, в тот момент, когда вы сейчас вот смотрите это видео, да, вот она ручка, когда вы сейчас смотрите это видео, скорее всего, операция уже сделана. Я буду делать ее завтра утром. Но сегодня пока останусь у друзей. И вот такая история, что на данный момент готовимся к операции, которая завтра. Но вы, когда это видео будете смотреть, скорее всего, она уже будет закончена, уже будут результаты. Я думаю, что умные обратили внимание, что со временем у Вадима большие проблемы. Мало того, что он 4 часа с кровотечением добирается до больницы, что, в общем, невероятно. Он еще и совершает какие-то умопомрачительные действия. Это самый мощный мужик России. Ну вот, посмотрите сами. В 10 часов у него драка. Он сожрал лицо человека. Затем 4 часа он идет, держа двумя пальцами телефон, зажимая левой рукой правую сторону, так, чтобы ничего не заметили. 4 часа в такой позе, игнорируя маршрутку, которая подходит к нему, вот она, казалось, спасения. Не плевать. Он дойдет пешком. Он доходит до больницы и в одежде полной крови, как объяснил нам Юрий Гемельфар. Именно поэтому мы не увидели кровь за его спиной, потому что вся его одежда, брюки, куртка были пропитаны кровью. Но железные врачи в больнице Краснодара, плевать, даже не обратили на это внимание, они сказали, в очередь сиди там, в очереди. А еще и не хотели его принимать, потому что у него не было медицинского полиса. Но потом они его все-таки приняли и наложили первичные швы. В больнице он оказался в половине третьего, плюс еще 2 часа. Что бы делали вы? Время около 5 утра. Вас только что избили, у вас 3 пылевых ранения, удар в печень. Вы сидели какое-то время в травмпункте, затем вас зашивали. Что делаете вы после этого? Идете домой? Нет, этот сценарий не для Вадима. Он дожидается рассвета и едет в клинику Здраво. В ту самую, в которой он, а сейчас, внимание, в этот же день смог поговорить с главным врачом. Но он сказал, что мужик он толковый, как вы слышали. Он объяснил, что операции они такие, конечно, делают. И даже прайс-лист ему показали, то есть сколько чего стоит. Ну, во сколько приблизительно появляется медперсонал? Я, конечно, не знаю, как у вас. У нас, я думаю, что главный врач раньше, чем в 9 часов не приходит. Так вот, Вадим следующие 4 часа проводит в ожидании главного врача. Клиники Здраво. Который тут же с полпинка его принимает. Объясняет ему все по-хорошему. Вообще, вот здорово у вас как. Смотри, только что ночью что-то произошло. Пришел и сразу получил разговор с главным хирургом. Супер. У нас вот такого не бывает. А в России, смотри-ка, такой сервис. Ну и вот, поговорив с главным хирургом, узнав полностью прайс-лист, его тут же направили на сдачу всех анализов. И так он сдает анализы. Я так понимаю, что это тоже, но минимум часа 2-3 занимает. Потом он выходит из клиники, снимает ее с фасада. Все для того, чтобы потом смонтировать ролик. Итак, он даже не откладывает посещение клиники на следующий день. Все это, ребята, происходит с ним нон-стоп, начиная с вечера и так далее. То есть, вот так, если подумать во времени, вот ночью его ранили, и он сразу же получил термин в больницу, успел сдать все анализы, все за один день. Затем возвращается домой, а время, ребята, уже обеды, даже после обеда. Ну что бы было с вами, если вы всю ночь не спали? Вас избили. У вас три пулевых, одно ножевое. Вас зашивали в травмпункте. Вы 4 часа ждали начала работы клиники, потом разговаривали с главным хирургом, затем сдали к чертовой матери все анализы, наконец добрались до дома. Что с вами происходит? Если вы мне сейчас скажете, что вы идете в душ, а затем падаете, как подкошенный, нет. Вадим становится перед камерой и начинает 43 минуты в подробностях рассказывать, что и как было, потому что это очень важно. А теперь для тех, кто до конца не знает. Если ты записываешь видео приблизительно 30 или 40 минут, то затем тебе его нужно сжать, для того, чтобы его потом загрузить на YouTube. Вот это сжимание видео – это очень долгий процесс. Вот этот ролик, если он будет 30 минут или что-то около этого, будет сжиматься как минимум полтора часа, а то и больше. Так вот, Вадим мало того, что 43 минуты записывает, монтирует все эти съемки, клиники, свою умопомрачительную историю, он еще и сжимает часа полтора это видео, а затем загружает его в интернет. Во! Но это еще не все, ребята. Буквально через 6 часов он уже вещает из Москвы Домодедова. Спрашивается, а зачем все это было? Посещение врача, суперклиники, сдача анализов, если ты все равно на следующий день оказался в Москве. И как-то в Москве опять же вот все происходит по щелчку. Ну, приехал, и вот тебе сразу обследование, и тут же клиника тебя принимает, при том, что ты, в общем-то, не в такой ситуации, ну, что у тебя обширный инфаркт, или ты только что обгорел, или еще что-то. Вот я подозреваю, что если у человека нет никакого кровотечения, его жизни нет никакой опасности, я сомневаюсь, что вот буквально с аэропорта, с полпинка в Москве можно тут же получить термин. То есть просто доступ, опять же, к анализам и всему остальному. Но сейчас, я уверен, бараны, те самые, для которых до сих пор еще не дошло, что все это сплошное разводилово, они, конечно, завизжат, что... Ведь он же показал справки, а там диагноз. Видели? Да, видели. Правда, это было непросто. Потому что сам диагноз был показан буквально в последнюю сотую секунды. До этого пять минут мужик рассказывал вам, сидя в коридоре, перед дверью, что у него якобы сейчас опять обследование. Перед дверью, в коридоре. Ну, это ничего страшного. Это так бывает. Снимать внутри тоже нельзя. Все только со стороны двери, да со стороны фасада. Ну, а дальше бомба. Диагноз. Вот он, гвоздь. Он нас просто распял на кресте нашего злословия. Ну, так вот, я потрудился. Остановил кадр на последней секунде. Хотя, вообще-то, если бы дело было об истине, Вадим бы этот диагноз показывал бы в течение пяти минут на большой экран, чтобы до каждого, последнего болвана, вот такого, как я, дошло. Ну, он же парень такой, вы же понимаете. Вот мне интересно, господа, смотрящие мой ролик, есть ли среди вас медицинские работники, а может быть, есть врачи. В конце концов, посмотрите еще раз всю эту историю, прочитайте диагноз Вадима. И если вас что-то смущает, запишите короткий ролик и вышлите мне на адрес снизу. Но объяснение вот этого врача я ставлю с удовольствием, потому что хороших людей должно быть больше, хороших людей нужно поддерживать. Итак, лучшее, чем он, никто не объяснит. Слушаем про диагноз Вадима. Документацию, что он лечится в клинике, естественно, это никак по-другому не сделать, как вставить справку на последнюю секунду видео. Ни с ссылкой, ничем, а на последнюю секунду. Я потрудился, сделал скриншот. Давайте посмотрим, что он нам скинул. Справочку тоже можно увидеть в описании. Значит, можно открыть, я прокомментирую ее. Ну, мы видим, что это справка, это верхняя часть листа формата А4. И мы видим, ну, то есть, там данные, фамилию, имя доктора, надпись «Протокол». То есть, это прием врача-травматолога-ортопеда. Но когда делается прием, все-таки заполняется первичный осмотр, не протокол. Протокол – это последовательная запись событий. То есть, вот, если проводится врачебная комиссия, то берется человек, который стенографирует, и он записывает под запись все, что говорится, слово-слово, и составляется, к примеру, протокол врачебной комиссии. Это протокол. Или протокол операции. То есть, записывается все оперативное лечение, и это протокол операции. Все, ну, это дневник может быть, это может быть осмотр, ну, протоколом это назвать, наверное, нельзя. Ну, ладно, это бог с ним. Идем дальше. Клинический диагноз. Клинический диагноз. Мы видим, значит, огнестрельные раны передней грудной стенки. Здесь сразу возникает вопрос. У Вадима нет огнестрельной раны передней грудной стенки. У него есть огнестрельные раны передней брюшной стенки. То есть, странно, да, что доктор вдруг перепутал грудную с брюшной. Ну, ладно, идем дальше. И дарзальные поверхности. Слово «дарзальный». Я работаю 15 лет примерно уже. Я всегда использовал фразу «дарсальный», буква «с». И все мои коллеги тоже. Возможно, можно использовать букву «з». Я не знаю, наверное, но 90% случаев это буква «с». Дальше слово «грудо-поясничного отдела». Слово «поясничного» с буквой «т». То есть, «грудо-поясничного» надо писать, без буквы «т». Что мы видим? То есть, мы видим диагноз, где перечислены, ну, передние раны, ой, передние, огнестрельные раны передней стенки, дарсальные поверхности, порез предплечья и груда-поясничного отдела. То есть, все вместе в кучу. Так диагноз не пишется. Пишется все отдельно. Если пишется в одну строчку, ставятся знаки припинания. Другой диагноз пишется с большой буквы. Диагноз делится на основной, который показывает основную тяжесть состояния, и сопутствующий. Каждому диагнозу присваивается код по международной классификации болезней. Каждое заболевание имеет свою классификацию. Огнестрельные раны – это один код. Порез предплечья – другой код. Порез грудной клетки – третий код. Они все разные. В диагнозе мы не видим травму, которую получил Вадим от удара пистолетом по голове. Ее нет. Хотя, казалось бы, врач-травматолог – ортопед. Кому как не ему смотреть в голову. Правильно? Правильно. Мое мнение, что фамилия человека, который указан на этой бумаге, он к этой бумаге не имеет никакого отношения. То есть, я напомню, что человек обращается в клинику с криминальными травмами. Криминальные травмы, если обращается к доктору, любой доктор будет крайне внимательно заполнять документацию. Крайне внимательно, потому что это прилагается к уголовному делу обычно. Если вы не верите мне, вы можете взять вот эту справку, показать любому врачу и любому юристу. И узнать мнение его, если не доверяете мне. Вопрос, почему Вадим с самого начала не показал самый главный документ – это судебно-медицинское свидетельство? Вероятно, что там указана легкая или средняя степень тяжести. Представляете, если там указана легкая степень тяжести? И сколько людей бы ему задонатило? Я думаю, что немного бы, наверное. Чему эту тему очень важно поднимать? Дело в том, что многие блогеры настоящими расследованиями занимаются. В том числе ваш покорный слуга. Куча различных вам расследований по беспределу в Оренбургской области. Ну так вот, чтобы не ставить клеймо на всех блогеров, мы должны такую чистку проводить в своих рядах. Для этого что нам нужно сделать? Конечно же, нам нужно написать заявление о проверке фактов, нами выявленных блогерским сообществом, на предмет процессуальных нарушений и нарушения прямых уголовных составов. Для этого я составил заявление в прокуратуру. Я вам докажу, что ответы этой краснодарской прокуратуры окружной, они будут нелепыми и отписками, так же, как было и в постановочном нападении на отряды Путина. Такое вот заявление. Прокурору административного округа я посмотрел улицы Фадеева, вроде бы как вот в этом округе находится. Если я ошибаюсь, скажем, если меня Google обманул, ну они в любом случае по подведомственности должны переслать в нужную прокуратуру мое заявление. Ну то бишь, главное туда написать. Вот заявление. Уважаемый Виталий Алексеевич, ну это прокурор вот этого округа, 3 июня 2019 года известный блогер города Краснодара Вадим Михайлович Харченко, канал «Личное мнение», 12 августа 83-го года рождения, записал видеообращение. «Меня почти убили, где сообщило совершенное на него нападение». Указывается адрес. В данном ролике осуществляется просьба помочь с деньгами на лечение. У многих пользователей сети интернет возникли сомнения в правдивости истории. В связи с этим, что по сообщениям официальных СМИ по факту нападения проводится проверка, прошу проверить данное обращение на предмет 306-я Уголовного кодекса, заведомо ложный донос, и 159-я статья Уголовного кодекса «Мошенничество». На следующих основаниях. Вадим Михайлович Харченко в своем видеообращении по казному адресу утверждает, что встреча была назначена в районе 22.00. Это указывается тайминг. В больницу он добрался с 2 до полтретьего ночи. Для истекающего крови человека это слишком большой промежуток времени. Видео утверждается, что у Вадима практически отрезанные пальцы на руке, но по характеру представленных на других видео повреждений этого не видно. Пальцы целые. Необходимо провести проверку звонков Вадима Михайловича Харченко в период с 1 июня 20.00 до 2 июня 3.00 с целью установления следующих фактов. Почему Харченко не вызвал скорую помощь или полицию, либо МЧС на место происшествия? Или вызвал, но они не приехали? 3.2. Почему не вызвал такси, либо не позвонил друзьям? Но это должны у него спросить. Это должно являться предметом опроса. Вадим Харченко утверждает, что у него много крови, но на представленном видео крови нет, хотя он утверждает, что кусал человека до крови. На лице следов крови нет. Вадим Харченко утверждает, что шел на встречу за информацией по фактам подкидывания наркотиков сотрудниками полиции. Ну, по этому поводу тоже должна проведена проверка. 6. По характеру представленных повреждений возникает сомнение, что они получены в представленном случае. Места полевых ранений – странный характер ножевых ранений. 6. В видео «Меня почти убили» утверждается, что ему оказана некачественная медицинская помощь. Необходимо проверить факт обращения Вадима в краевую больницу на улице 1 мая, 159. В видео утверждается, что человека с ножевым ранением выгнали из больницы. В случае подтверждения фактов, представленных в видео, должно быть возбуждено уголовное дело в отношении медицинских работников, не оказавших квалифицированную медицинскую помощь. 7. В видео «Меня почти убили» утверждается, что была полиция и что сейчас со мной связывался представитель уголовного розыска, где утверждается, что Вадим только будет объяснять ситуацию. Необходимо проверить факт опроса Вадима Михайловича Харченко в краевой клинической больнице на улице 1 мая, 159. Прошу проверить данный рассказ на предмет допущенных процессуальных нарушений. 8. В видео утверждается, что Вадим Михайлович Харченко получил удар прикладом пистолета по голове, но представленный характер повреждений не соответствует описанному. В видео номер 3 утверждается, что нож попал в ребро. Держу в курсе адрес ролика, но в видео 1 «Меня почти убили» несколько раз непринужденно кашляет и сплевывает якобы кровь. История вызвала общественный резонанс. Часть людей, кто передавали денежные средства, усомнились в правдивости истории. В связи с этим необходима прокурорская проверка по ввиду простой причине. В процессе проверки может быть возбуждено уголовное дело и могут быть задержаны лица, невиновные в нападении. Были собраны денежные средства, которые, возможно, были получены путем введения в заблуждение и обмана. Проверка нужна на предмет ст. 306 и 159. О результатах проверки прошу сообщить в письменной форме и по моему адресу электронной почты. Ну, адрес указываю. Координаты, личные данные, дата и подпись. И всех также призываю взять мой шаблон и написать свое заявление, если вы тоже думаете так же, как и мы. Это, в первую очередь, заявление должно быть в защиту Вадима Михайловича Харченко. Я здесь ни в чем его в этом заявлении не обвинял. Я лишь попросил по существу проверить изложенные им факты. То бишь такая вот нехорошая для него ситуация. Пусть дальше обманывает своих подписчиков. Я лишь вот правовыми средствами, единственными, которые есть, попытаюсь установить правду. Ну, потому что, походу, больше некому. До новых встреч, пока!